Всем привет, с вами я, Портулшет 58. Джазмунд тоже присутствует, наконец-то. И мы продолжаем проходить готику Мрачную Тайну. Мрачные тайны после такого небольшого перерыва. Кстати, все-таки, как мне кажется, правильнее Мрачную Тайну. Но это уже дальше по сюжету пойдем. Да, достаточно давно не было серий, с чем это... Даже я на своем канале выложил только два видео по боту, потому что меня со взводной попросил. Вот только буквально сегодня я залил вторую серию Готика 3 Отвергнутых Боги, и вот сегодня же мы пилим третью серию Мрачных Тайн. Было очень ценное две недели. Сейчас я выкладываю видео по глобал моду, поэтому игра может чуть притормаживает. Ну так вот, я замечаю. Но опять-таки, все для вас, да? Все для вас, то есть, для вас все, и сейчас пишем. Просто другого времени не нашлось для записи. Сейчас я напоминаю, что отправляюсь к Драксу для того, чтобы выполнить задание. Портной для Фиска. Так, скажем, что я ищу партнолу для Фиска. Угу. У вас нет вариантов, что сказать? Угу. Так. Так. Так, ну вроде как он согласился быть. Да, но оплатой только там пиво и вино. Угу. Так, ну все, значит, сейчас идем назад к Фиску, ну и передадим ему это. Да, и мы получим наш первый доспех, который будет называться штаны водокопа. Эти штаны будут лучше, чем штаны с крепкой из нового лагеря. И также эти штаны нам потребуются для прохождения сюжета за старый лагерь. Ну, там, вот это испытание верности. Нам нужны будут эти штаны просто жизненно необходимы. А че там такое-то? Почему нужны-то? Хотя не пустят без штанов. А, понятно. Да, можно багами воспользоваться, может быть, не знаю. Но у меня как-то, знаешь, со штанами надежнее. Так, ну тоже половину пути прошли. Даже больше. Плохо, что мы ничего не вырезаем, да. Ну, зато... За то, что... Не знаю. Ну, зато вот я сейчас могу ввести какой-то монолог, диалог. Как получится. Ну, а после этого мы отбираемся в новый лагерь, потому что... Вы нас об этом очень и очень врачи. Так, вы удали. Угу. Единогласно, кстати, сказать. Так, ну и скажем, что я нашел физку портного. Так, получай 200 опыта, он мне что-то дает на это, я так понял, доспехи, да? Так. Сразу тогда давай их оденем, где они. Так, доспехи Рудокопа. Требует силы 10, защита от оружия 10. И от огня 5. А, нет. Эти штаны, простые штаны, они, по-моему, то же самое, что штаны скрепка, такую же защиту дают. Просто они выглядят по-другому. Теперь я предлагаю подойти к Мордорогу, и Мордорог нас отведет в новый лагерь, так же мы выполним задание Торуса. Мне кажется, так будет рационально. И первую дорогу мы, естественно, вырезать не будем, но запоминайте, потому что впоследствии мы будем все это вырезать просто... Понятно дело. Так, значит, я сохраняюсь. Так, еще на всякий случай сохранить другое сохранение, хотя надо было это делать в начале эпизода, но так, на всякий случай, если что-то там вступлю в эпизоде, что-то провалю и так далее, если придется перезаписывать. Так, ну и что мы говорим? Значит, здесь у тебя есть проблема, по-моему, так нужно. Ты это не проходил, да? Есть ли? Я не помню, честно говоря, вот насчет вот этого. Расскажи мне о новом лагере. А если я захочу присоединиться к новому лагерю? Так. Так, мы пойдем в новый лагерь. А мы пойдем в новый лагерь, да. Мы пойдем в этот лагерь, да. Так, ага, все. Значит, теперь я должен буду следовать за Мордоргом. Ну и я отправлюсь в новый лагерь. Да, мы будем просто сейчас собирать опыт, потому что Мордорг своей булавой был всех выпихиван. Ну, честно говоря, я уже говорил, по-моему, что я его всегда убивал по заданию Тороса. Хотя, оказывается, даже... Ну, лишь для этого есть и я. Да. Все-таки не зря здесь говорит. Так, давай пройдем дальше. Первая видимость была маленькая. Сейчас, подожди минуту. Че-то дождь, блин, я бы его выключил. Он слишком снижает производительность. Да, я понимаю, сейчас. Роди видимость на 300 ст.л. Не знаю. Я нашу тормозить будет. Я не знаю, не тормозить, смотри, так же все. Ну, окей. Первый противник у нас группа падальщиков. Да, с которыми Мордорг расправится без проблем. Ну, я бы не сказал, но иногда падальщик застревает в дереве. Мордорг за несколько шагов от дерева и начинается затух. А, ну, видишь, тебе... Ну, будем считать, что нам повезло в этот раз. Затуха не произошло. Так, соберем мясо. Мясо здесь очень важно собирать в мрачных тайнах, потому что за 50 кусков мяса, насколько я помню, можно будет получить 500 опыта. К тому же, будет один квест, по которому мы должны будем собрать 150 кусков мяса для одного рудокопа в лагере стражников шахты. Ну, понятно. Кстати, вот, я сейчас вспомнил, что я забыл сделать. Я забыл у этих охотников, Редфорда и Дракса, обучиться, добывать там всякие шкуры, клыки. Помнишь, я там взял какое-то задание? Зачем это на боку? Нет, ну, я помню, что я взял какое-то задание сейчас. Не знаю, тут не показывается, но кто-то взял. А, контракт этот? Да, заказ категория лед. Это провалит, что-то страшного. Ну, ладно. Потому что, ну, это очень иррационально обучаться. Ну, то когда нам что-то нужно будет действительно по сюжету добыть, то... Оно само будет добываться. Оно само будет добываться? Ну, не знаю. Само-само, я это знаю, хорошо. Ну, в мрачных тайнах всё, кстати говоря, иначе. Поэтому, если ты что-то знаешь в первой готике, то не факт, что это будет работать в мрачных тайнах, надо сказать. Сейчас я посмотрю. Сейчас у меня 20 очков обучения. Мне кажется, что лучше всё-таки сейчас обучиться на начальном уровне. Пригодится на потом, да плюс ещё и деньги будут. А ты что, будешь наручник или двуручник вкачивать? Надо подумать. Я бы хотел, наверное, всё-таки двуручник. Кстати, а где мой меч? Я сейчас только заметил, какой у меня меч был. Просто смотрю, что у меня меч сняли. Волчинож, скорее, он получше был. Ой, слушай, я же забыл, я же забыл поприветствовать Артёмку Блада, если он смотрит это видео. Ему нужно отдельно поприветствовать, потому что это Артёмка Блад, канал Блада РММ. Друзья, давайте все поприветствуем Блада, а то... Ну, приветствую его. У тебя сразу будет минус 100 к твоей карме. Кстати, смотри, тут волки теперь окрашены в какой-то такой серый цвет. Ну, по-моему, они должны быть такими. Нет, 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 они по-другому выглядят в первой гоночке. Они были какими-то коричневыми, по-моему. Ну, где-то да. Серыми, где-то серыми всё-таки получше, согласись. Ну, в принципе, да. О, кто-то серым, не знаю. Так, а это что там за стражники впереди стоят? Какие стражники? Это просто послушник братства фанатиков, лагеря фанатиков. Ну, сейчас посмотрим тогда, кто там. Я просто взглянул, вижу там... Там просто квест определенный, связанный с ним, и СФАО, амулет, которого ты нашёл в первой серии. Сейчас с ним не стоит говорить. Да, как хочешь. Ну, ничего такого не... Да, ничего не хочет говорить, в общем, я занят. Он очень занят, как ты видишь. Да, стыд на одном месте. Ну, может, он наблюдает за падальщиком, чтобы они и прорвали... Оборону лагеря. Не знаю, может быть. Хотя возле лагеря бродит. Мэперы, ну, окей, да? Ну, не знаю. Занят как занят. Ну, в принципе, вот он уже лагерь. Стало что-то идти считанные метры. Каковы особенности нового лагеря? Это, во-первых, то, что... Ну, за... Так, он нам еще что-то отдал тут. Ага. Ты не помнишь, он что дает нам? Кольцо он дает. Кольцо, так, вот это вот, да, как бонус к ловкости 5. Но одеваем тогда сразу. Мы же про иерактеологи и не рассказывали. Да нет. Значит, соответственно, старый, новый и болотный. И, соответственно, руководители. Это призраки, воры и... Нет, это у нас идет рудокопы, скрепки и послушники. Выше идут призраки, воры и послушники. Призраками руководит наш друг Диего, ворами Ларс, послушниками. Никто не руководит послушниками. Следующая ступень, это идут стражники, наемники, стражи. Стражниками руководит Торус, наемниками Ли. И стражами руководит Корангар. И самая верхняя ступенька, это идут рудные бароны, не маги они. Ими руководит Гомес. Маги воды, они наверху нового лагеря. Ими руководит Сатурас. И гуру, ими руководит Юберион. А маги в старом лагере, они так особнячком держатся. Так, ну вот, в принципе, мы пришли уже. Так, ну сейчас куда пойдем? Я предлагаю взять штаны-скрепку. Давай, так и сделаем. Для этого надо будет отправиться к шахте нового лагеря. Она находится здесь, неподалеку. Называется свободная шахта, а не новая, кстати говоря. Я сказал к шахте нового лагеря. Я-то знаю, что она свободная называется. Да, но я просто так часто делаю ошибку, говорю новая шахта. Просто что-то. Так, впереди тут я вижу падальщиков. Сколько их там? Один, два, три. Ничего, сейчас справлюсь, думаю, с ними без проблем. Не, все-таки лучше по одному их сманивать, самое главное. Я по одному, конечно, и буду так делать. Поначалу только так. Ну, видите, при руках их не можно забить спокойно. В отличие от некоторых других игр. Так, выманиваю второго. Как же эта серия будет назваться? Путь до нового лагеря, да? Не знаю, ну, придумай название. Так, выбирай, выбирай, все. Добрал. Здесь пущий падальщик. Как ты его так закликал быстро, прямыми атаками? Да не знаю, вроде по-обычному как-то. Убивал. Так, ну, придумывай название. Название с тебя. Я и так уже напридумывал название к своим прохождениям. Ну, я кое-что придумаю. Ну, это, естественно, останется за кадром. Иначе вам... А, вы же все равно увидите название. Да. Штаны-скрепка, может. Штаны-скрепка. Не, ну что, нормальное название вроде. Ну, можно. Так, а... Когда у нас серия-то заканчивается? Сколько у нас еще времени осталось? Никто не подскажет? Ну, это надо тебе засекать не мне, к сожалению, уметь. Я не могу сразу одновременно записывать, играть, засекать. Значит, я тебе расскажу. У нас разговоры по скайпу длится 25 минут. Соответственно, 5 минут нам подготовка, то где-то у нас еще есть 10 минут в запасе. Ну, примерно у нас даже не 5 минут подготовка была, а 10. Ну, значит, 15 минут. В общем, давай вот так, 10-15 минут еще. Все, я засек 10 минут. Так, ну, в принципе, вот уже добрались до этой самой шахты нового лагеря. Сейчас порожено, здесь будет волк, он тянется что-то быть. Да, это я знаю. Вот, ну, кстати, бродит. Попробуй добрать крытокрыса хотя бы. Не получится, значит... Нет, думаю, получится. Волк там вообще в стороне где-то бродит. Сейчас он набросится на крытокрыса. Да нет, смотри, он в стороне стоит, и все, ему наплевать вообще на крытокрыса. А, ну, будем считать, что мне не повезло в тот раз. А, вот на второго он сейчас, наверное, должен наброситься, когда ты его атаковать будешь. У меня такой случай был. Нет, он там бродит, смотри, назад пошел. Ты в рубашке родился, Фортова. Так, расщелкиваем этого наемника, зачем мы с ним разговаривали. Кстати, текстурки доспехов изменили, тебе не кажется, на наемник нового лагеря? Ну-ка, сейчас взгляну, как-то не обратил внимания. Это с первого они такие были, ну, менее детализированные, так сказать. Ну, не знаю. Да-да-да. Ну, да-да. Вроде да. В Global Mode там, кстати, наемники, не знаю, ходил ты или нет, там есть наемники со стороны Сильвио и со стороны Ли. И вот как раз наемники со стороны Ли, они носят доспехи из колонии. То есть вот те доспехи, которые были в оригинальной первой ботике наемников. Я даже как-то не обратил на это внимания. Ну, возможно. Я туда уже сходил, я там уже несколько эпизодов назад сходил туда. Не знаю, какой-то последний эпизод смотрел, но... Сегодня вот сейчас выкладывается 22-й эпизод. Сейчас понедельник. Итак, начнемся. Теперь надо будет поговорить вот с этим вот Рудокопом. Ну, и получить у него доспехи. Кто? Я... Деалоги пропускаю. Говорю, что я хочу стать Рудокопом. Ну, и все. Нет, он задает вопрос. Ты имеешь опыт Рудокопа? Нужно сказать да. Да-да-да. Иначе он вам, естественно, не даст... Так, ну вот, смотри. Он мне дал одеяние Рудокопа то же самое абсолютно. Требует силы 10, защита от оружия 10, и так не опять. Но у этих доспехов есть один плюс. Это то, что с помощью этих доспехов меня пустят в таверну нового лагеря. В бар, да. Давай вырежем путь назад, а то... Ну, не очень рационально будут его показывать. Ну ладно, как хочешь. Если что-то. Итак, вот мы находимся уже возле таверны. Теперь нас сюда должны впустить. А куда это? Ну, тут забудь о... Так, скажем, что я Рудокоп. Я Рудокоп. Да, ты похож. Так, ну и теперь меня пропускают. Конечно, можно сюда пройти еще другим способом. Не одевая эти доспехи. Ну, не сломать темплица, либо подкупить, по-моему. Да, заплатить 100 золотых монет. Так, ну в принципе, сейчас... Ну или сломать лип, опять-таки. Сейчас мне в таверну не надо. Сейчас я бы хотел взять один квест. Надеюсь, ты не против. Это раздать болотник наемникам. Я против. Ну ладно, бери, бери. Но я просто очень не люблю квесты, когда что-то вот раздай... ...почти всего... ...всем персонажам лагеря. Так, взять его можно, насколько я помню, о идоле Кагана. Ты и... ...мон... ...что ты... ...изначально... ...так... ...пыть... ...я мог... ...столь большой г... ...но ты можешь... ...не все еще знать... ...пожалуй, обыдать... ...скажешь, ящик. Ладно, дал. Итак, он значит, мне дал тут немного болотника, я должен буду раздать его в 10 варам. Каждый я бы тут перебыл, конечно. Давай просто один раз покажем. Ну, очень нужно. Ну, я хочу там, нечестно говоря, все подряд это вырезать. Ну, это быстро будет. Хочешь... ...да, наемникам не предлагайте. Они все равно меня возьмут. Так, это, видимо, значит, наемник. Слушай, расскажи, это не наемник. Слушай, расскажи, а... ...ты вообще играл за новый лагерь, если ты с Мордоргом не ходил, как ты вступал в новый лагерь? Я за новый лагерь, вот, помню, что играл. Ну как, так и вступал. Смотри, значит, для начала, что я делал. Для начала действовал, все как надо, за старый лагерь. Потом, как начал выполнять квесты, как его, испытания Веры, ...взял там, что там надо взять, не помню уже. Письмо, что ли? Да, да, письмо. Да, 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 и передал его. Все понятно. Да, отдал ему это, сюда, Ларсу, из нового лагеря, и все. А потом, во второй главе, он там сказал... ...это что, этот, как его, Мордорг не вернулся с последнего раза. И он там не может поделиться, в общем, награбленными вещами. Похоже, ты не слишком, Проворин. Я могу... ...в результате попадаешь... ...я могу обучиться... ...так, нам тут, смотри, предлагают обучиться акробатике. Только стоит это не пять очков обучения, как в первой готике, а десять. Обучаемся, нет? Я обучался. Давай обучимся. Вещь довольно полезная. Когда ты контролируешь свое тело, ты можешь прыгать гораздо дальше. А потом, если вы не любите пользоваться Марвином, ну, если вы пишите прохождение, вы не любите вырезать. Так, ну вот. Теперь я прыгаю... ...быстрее перемещаться. ...вот так вот, ну и перемещаюсь гораздо быстрее. Также вы не сломаете своего персонажа, если упадете откуда-то. Ну, если, естественно, с пропастью пойдете, то сломаете, но... ...если такой ерундовой высоты, то вы урона не получите. По-моему, тоже достаточно важно, а в каких-то квестах нам даже пригодится. Так, ну, я не знаю, сколько я уже отдал, но отдал уже, наверное, штук семь. Надо было считать. Так, это вообще, смотри, ничего не переведено. Портал, а ты посмотри, какие доспехи у Ли, например, вот в Global Mode. Видишь, там как будто такие меха еще на нем, то есть другие доспехи. Там, я вспомнил, там первые доспехи у них одинаковые, и у Ли, и у Сильвио. А потом тебе предложат выбрать, типа, за Ли или за Сильвио играть. Ну, понятно. Так, вспомнил. Сейчас, посмотрел немножко твой эпизод и картинку вспомнил. Так, ну вроде я все раздал, по крайней мере, уверен. Я раздал болотник. А знаешь, чем прикол? А у меня уже побывали, что я хочу, что вы. Там, например, Корт, у него доспехи от Ли, да, топовое. Вот здесь ты посмотришь свой эпизод. А у Ли доспехи от Сильвио топовое. Так, ну смотри, что выбираем это в награду. Руду? А, я бы выбрал, помоги мне стать членом братства, чтобы все-таки какое-то полное прохождение у нас было. Ну, как хочешь, опять-таки, тебе проходить. А, ну как бы потом это можно еще выполнить некоторые квесты в болотном лагере, получить дополнительный опыт. Ну да, там один квест можно будет выполнить с помощью этого диалога, если ты его сейчас выберешь. Ну давай. 500 опыта, по-моему, получим. Так, ну давай, руда у меня сейчас и так есть. 500 кусков, даже больше. Так, задание завершено. Но сейчас я возьму еще одно небольшое задание. И? Оно тоже связано, как бы, с раздачей болотника. Так, тут можно будет продать болотник кому угодно. Задание берется у Идала и Сидора. Так, ну и скажем, что Идал Каган собирается подыскать тебе замену. Тут главное правильно с ним поговорить. О чем? Можно просто ломать лицо ему и забрать все, что у него есть. Не, ну я такими путями сказал, что вступать не хочу. И так вот он мне дал 50 штук болотника. Я должен буду его продать. Не важно где. Главное продать. Ну и прибыль поделить пополам. Вот, в принципе, и вся суть этого задания. Так, давай сейчас продадим тогда у наемника по имени Волк. У него, насколько я помню, есть много руды. Ну давай. По-моему, здесь нужно предлагать отдельно. И ты получишь больше руды, и ты будешь отдельно каждому предлагать, а не торговцу сдавать. Так, ну значит, давай. Так, вот у него 200 кусков руды. Сейчас, вот он этот весь болотник. Там пола, там 400 нужно, по-моему. Тут немного моего болотника, немного этого. 50 кусков. Так, 144. Вот здесь 20 северных темных, ага. Сейчас. То есть мне очень прилично нажимать там контрол вперед и так далее. Давай еще купим вот эту вот книгу, называется Шершни. С помощью нее можно будет бесплатно добывать жало из Шершни. Бесплатно, то есть, я куплю. Не знаю зачем, но пусть будет. А, по-моему, здесь и так уже можно добывать. Ну я же Шершни убивал вроде-ка, а Али не убивал. По-моему, здесь можно будет что-то добывать бесплатно у них. Либо жало, либо... Ну, скорее всего, крылья. Ну, не помню. Крылья, крылья. Крылья можно вот бесплатно, давай. Возьмем 362. 324. Так, ну все, уже не хватает. Так, 344. Не знаю почему, но сейчас вот я, смотри, я вот... Здесь болотника поставил, 10 косяков. Смотри, не знаешь, почему нет, вот я сейчас это хочу, по одной штуке это ему продать, а не получается почему-то, сразу по 10 это отдаётся. Ой, мне кто-то там в комментариях в своё время писал, что там какие-то кнопки нажимать нужно. Ну, знаешь, я просто 7 лица ломал и забирал всё. Но если Shift нажать, это, насколько я помню, по 100. Вроде как, в первые годчики у меня всё нормально было. Ctrl, по-моему. Ну, я вот нажимаю, это Ctrl, потом нажимаю. И влево. Угу, влево, вот, видишь, по 10 всё равно. Ай-яй-яй, ну не знаю. Я сейчас могу это посмотреть, что мне здесь писали, ну... Ну ладно, пока, если хочешь, смотри, там. Я сейчас пока, ну так мы продам. Вот, 355, а это 362. Всё. Так, не понял, чего не соглашу. Enter нажми, нажми, принять. Ну вот смотри, Enter нажимаю, принять, Enter, ничего не происходит. А, стоп, 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 всё правильно, у меня, что я это немножко наступил сейчас. Вот, у меня же это, на меньшую сумму товара я ему дал. Наоборот. Так, ну всё. Давай, значит, сейчас сразу же прочитаем эту книгу. Всё, изучено удаление жава. Да, значит, крылья можно, по-моему, так добывать. Да, да, крылья можно так добывать. Но остальные квесты, я думаю, буду выполнять потом, может быть, в следующем эпизоде. Время этого эпизода уже подходит к концу, вроде как, да? Давай квест дадим. Давай квест дадим и закончим. А, ну давай, давай. А то, как красиво. Да, да, я забыл, честно говоря. Ну давай. Надеюсь, эпизоды теперь будут выходить регулярно. Нет, так, по крайней мере, надеюсь, записывать. Я тоже, надеюсь. Угу. Записывать будем, наверное, заранее. Так, скажем, что я продал твой болотник. Я продал твой болотник. Вот они. Так, отдаю ему 200 кусков руды, ну и получаю дополнительно 500 опыта. Ну и всё, значит. На этом заканчиваем этот эпизод. Вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Джаза. Ставьте лайки, комментируйте видео. Не знаю, ещё что-нибудь там. Пишите советы по прохождению. Задавайте свои вопросы, как я всегда говорю. Комментируйте. Угу. Какие-то вопросы мне, порталу. Вопросы по прохождению спрашивайте, потому что я всё-таки проходил эту игру у себя на канале даже. В общем, всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока.